В Каспийской школе номер 4 имени Героя Советского Союза Магомед Загида Абдулманапова состоялась церемония открытия памятных досок погибшим участникам СВО при выполнении воинского долга Марату Муртозалиеву, Надиру Исламову и Арсену Магомед Рагимову. Настоящие герои незаметны в мирное время. В минуту опасности они честно выполняют свой гражданский долг, не подчиняя страху смерти. Ими гордится наша страна, хорошо знающая цену воинскому подвигу. Они являются гордостью, примером отваги, мужества и героизма. Почтить память героев пришли председатель собрания депутатов города Абдул-Вахид Джаватов, его заместитель Аза Алиева, военный комиссар Марат Пашаев, начальник управления образования Лариса Абрамова, педагогический состав образовательного учреждения, ученики, близкие и родные погибших военнослужащих. Получилось так, что они приняли решение пойти на фронт, защитить свою родину. Я думаю, любой мужчина в нашем государстве примет такое решение. Вы знаете, как Дагестан защищал ранее, 100 лет назад, 500 лет назад, 1000 лет назад. Дагестанцы достойно защищали свою землю, свою родину от внешних врагов. И сегодня наши россияне, наши дагестанцы защищают свою родину на полях Донбасса. И дай Бог, чтобы эта война побыстрее закончилась, потому что гибнут наши молодые ребята. Младший сержант Надир Исламов родился 13 октября 1987 года в городе Каспийске. В 1994-м пошел в первый класс в школу номер 4. После окончания учебного заведения поехал в армию, служил в городе Пермь. В 2014 году устроился на службу по контракту в городе Каспийске. В этом же году женился. У Надира Мазановича есть двое детей. 21 февраля 2022 года был отправлен на Украину для участия в специальной операции. 4 января 2024 года погиб в Луганской области на Украине во время выполнения боевой задачи. Исламов Надир награжден орденом мужества посмертно. Арсен Магомед Рагимов родился 20 октября 1983 года в городе Каспийске. Он также является выпускником данной школы. После ее окончания пошел в армию. Военную карьеру начал в 2007 году в воинской части города Славянск-на-Кубани. С 2008 по 2012 годы проходил службу в Абхазии. После был переведен в город Волгоград на должность командира роты РМО. А в 2021 году был направлен в город Кореновск на постоянное место службы. Осенью 2022 года отправился на СВО в качестве командира батальона пехоты. Вернулся весной 2023 в город Кореновск на должность заместителя командира бригады по вооружению. В декабре этого же года был отправлен в Сирийско-Арабскую республику в должности заместителя командира дивизиона по вооружению. Участвовал в боевых действиях на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Героически погиб при исполнении воинского долга в Сирийско-Арабской республике. Награжден медалью за отвагу, а также орденом мужества посмертно. Марат Муртазалиев родился 6 декабря 1985 года. В 1992 году пошел в первый класс в среднюю образовательную школу номер 4. В 1998 перевелся в спортивную школу-интернат города Касписка. В 2002 году работал на водоканале на должности слесаря. После уехал в армию. После службы работал в Москве и в Санкт-Петербурге. На СВО уехал добровольцем в 2022 году. Во время выполнения боевой задачи деревни Водяная в бою с неравными силами со своей группой пошел в бой. Он героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Награжден орденом мужества посмертно. Я очень хорошо знала Надыра. Могу сказать вот что. Надыр, выпускник этой школы, с детства, вот я смотрела, наблюдала за ним, я чуть старше его, он всегда говорил, за свою страну все, что угодно могу сделать, за свою семью все, что угодно могу сделать. И знаете, Надыр, он, и не только Надыр, все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, я считаю их всех героями, всех, кто за лентой, они все герои. Право открыть мемориальные доски было предоставлено председателю собрания депутатов города Булахиду Джаватову и военному комиссару Марату Пашаеву. Далее гости почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятным плитам. Продолжение следует...